В пятницу с вами я, Евгения Мангупи, с заключителем на этой неделе репортажем Trading Center Web TV. Растущий оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем подталкивает вверх американские акции в эту пятницу. Издание Wall Street Journal сообщило, что министр финансов Стивен Млучин высказал идею о стяжении тарифов на китайские товары, поскольку две страны продолжают вести переговоры о торговле. Кроме того, производственные данные, опубликованные в ФРС, также показали самый большой прирост сектора за 10 месяцев в декабре. Эти цифры были вызваны значительным производством автомобилей и других товаров. Форекс-маркет имеет следующее значение. Евро по отношению к доллару на 0,26% ниже и составляет 1,1365 пунктов. Фунт по отношению к доллару на 0,56% ниже и составляет 1,29 пунктов. Доллар по отношению к японской иене на 0,4% дороже и составляет 109,66 пунктов. Пара американского доллара и швейцарского франка играют на повышение. Курс валют подкреплен в восходящей 50-ти периодной скользящей средней и продолжит расти. Долгосрочные позиции будут выше 0,9920 пунктов со значениями 0,9955 пунктов и 0,9970 пунктов. Биткоин на 0,48% ниже и составляет 3,622 доллара. Золото дешевеет, его цена опустилась ниже восходящей линии тренда. Краткосрочные позиции будут ниже 1,292,5 пунктов со значениями 1,286,5 пунктов и 1,283 пунктов. Серебро на 0,64% дешевле и стоит 15,45 пунктов за тройскую пункту. В пятницу с вами была Евгения Мангуби, специальный для Trading Central Web TV.